Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Песня «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Те, что вы можете получить в храме, вы ни где в другом месте не получаете. Например, где вы получаете отпущение грехов? Ни где кроме храма? Где вы получаете благодать Святого Духа, которая помогает каждому человеку в этом земном жизни? Ни где кроме храма? И поэтому невипадково наши предки, когда переселились в Амери, начали свое життя с побудови храма. И то благо, которое он принес вам, вы почувствуете. Но храм должен привести нас не до земного благополучия. Не до земного. Бо земное, рано чи пізно закинчивается. И для многих и многих оно уже закинчивалось. А началось их вечное життя. Яке их теперь вечное життя? Мы мало про это задумываемся. Яким будет наше вечное життя после смерти? Те, что вечное життя будет, это безумовно. Вера, кто не верит, от нашей веры не зависит от вечного життя. А залежит от Бога, который создавал человеку безмертную. Безмертную. Памятайте. И кто хочет прекратить свое життя, прекратить его не может. Потому что это зависит от Бога. Бог дав нам безмертную душу. И поэтому земное наше життя должно быть спрямованное. Земное життя должно быть спрямованное для подготовки до життя вечного. И Евангелие, которое Господь залишит нам. Что такое Евангелие? Евангелие – это слово самого Бога. Хочете, каждый из вас хочет послухать, что бы сказал Христос? Бог. Хочете? Хочете. Так ось Христос сказав все в Евангелии. И поэтому нужно принимать Евангелие не как обычную книгу, а как Божественное слово самого Бога, которое обратно до тебя, до каждого. И поэтому принимайте это слово не евангелиста, не апостола, не людину, а принимайте это слово, как слово Бога. И что же Бог, Господь наш Иисус Христос, говорит нам? Говорит много, очень много. Настолько много, что человеческий разум и вместить не может, сколько он вам открыл. Но в тот же час, в тот же час, сказал очень просто, как хотите, чтобы с вами, родины люди, так и вы с ними. Хочете, чтобы вас любили? Любить вы. Не хотите, чтобы вас ненавидили? Ненавидьте никого. Не хотите, чтобы вас засуджили? Никого не засуджуйте. Хочете, чтобы вам помогали? Допомагайте всем, кому можете. И в этом, когда, когда первосвященники и книжники, спокушившись Иисуса Христа, запитали, яка найбільша заповедь, Христос сказал, «Полюби Господа твоего, всею твоей души и ближнего, как самого себя». «Полюби Господа». В цьому находится весь закон и пророков. А если еще коротко сказать, то нужно иметь в своем сердце любовь. «Полюби Господа». «Полюби Господа». «Полюби Господа». Хто має в своем сердце любовь, той може бути впевненим, що Царство Небесное, вічное життя, успадкує. «Полюби Господа». Але треба мати любовь. А вот теперь подумайте, хто може із нас похвалитися, що він палає любов'ю? Хто може похвалитися? Семья распадается в наш век. Чему? Потому что даже человек и дружина не имеют той любови, которая их довела до самого конца жизни. Не все, а те, которые живут до конца вместе, то лишь потому, что мали и мали любовь один к одному. А любовь начинается с детства. Треба в сердце дитини вкласти любовь. Любовь насамперед до матери, до батька. Потому что если дитина не вихована в души любови, она никогда уже не любит ни ближнего, ни свою батьевщину. А будет любить только себя. Так званою любовью, которая приведет до пекла. Вот и сегодня вы слышали притчу про севача. Севач – это, как сам Иисус Христос сказал, это он. Он сияет Слово Божие. Сияет в всему святу, на поле. А поле – это весь свят. И как же этот свят принимает Слова Бога? Как вы слышали, одни слушают Слово Божие, а приходит дьявол. И это Слово Божие у нас уничтожает Слово Божие, каким образом, думали вы, как он, дьявол, у нас уничтожает Слово Божие? Слово Божие. Слово Божие очень просто навевает думки, что это не важно. Не важно думать про Бога, про вечное життя, про добро. Слово Божие, вы думаете не про это, а думаете про то, как вы будете жить на земле. Ось про это вы думаете. И таким образом, дьявол выиграл у вас главное – думку про Бога, думку про вечное життя, думку про добро. Дьявол выиграл, а посеял у вашей души своё гиркое насиня, турботу про земное життя. Другое життя упало на камнянистый грунт, а камнянистый грунт, как вы знаете, даёт тепло. И поэтому насиня это было быстро, но корень не мало, потому что твердо камень, корень не росте. И поэтому засохло. Кто это? Это люди, которые, когда слышат Евангелие, Библию читают, проповедь слушают, книжки читают, с радостью принимают и говорят, как доброе, какое мудрое слово в Евангелии. Особенно люди, которые не верили, они с радостью принимают, но не имеют глубокого корень. А что такое корень? Корень – это связок со всем нашим прошлым, своими предками, своей культурой, своей мовой. Это корень. И кто не имеет этого корень, то воспринимает с радостью, а потом всё засыхает. И плода никакого не приносит. А третье зерно, как мы слышали, упало в тернях. А терня, как объяснил Иисус Христос, это земные турботы. Яких только турбот не существует у человека. Починаючи с навчания. Турботы. Одружился турботы. Появились дети еще больше турбот. И эти турботы настолько захотят человека в этом земном жизни, что она и на небо не хочет смотреться. И подумать про Бога, подумать, что ее ждет в будущем. Нема когда потурботы одни. И только четвертое зерно попало на добру землю. Что это за земля добра? Это доброе сердце. И если на это доброе сердце попадет Слово Божие, то оно там держится. И человек ценит это Слово Божие, ценит насамперед Бога, который турбуется про каждую людину, про каждый народ и весь мир. Он посылает нам Божественную благодать, дает нам мощную веру, которая победит все скорботы, все трудности, дает нам надежду. И человек, который растет это зерно, блаженна уже здесь на земле. Во-первых, она ничего не боится. Ничего. Кроме одного греха, греха боится, а ничего другого не боится. И Бога боится. И поэтому такая людина приносит много плода. Одно зерно, которое приносит в 30 раз больше, в другую 50, а третье в 100 раз. Что это за люди, которые приносят плод в 30 раз больше, в 50 и в 100? Это насамперед святые, святые люди, которые на земле живут и будут жить. Но это невелика количество обраних. Возьмемо для прикладу радянский час, страшный час. Когда верующих людей отправили в Сибирь, в Соловки, на Беломорский канал. Они отправили, но они от Бога не отмолвались. Но им предложили радянское життя, счастливое життя. Рай обещали на земле. Но они, маючи это зерно в своем сердце, веру, Слово Божие. От этого отмолвались, а от Бога не отмолвались. И теперь прославляем их, святые мученики, да и не только святые мученики, а сколько на нашей земле людей праведных, которых мы не знаем, но они есть. И для этих людей существует этот мир. Поэтому мы, дорогие братья и сестры, должны никогда не забывать о Бога. Никогда. И никогда не забывать о вечное життя. И не забывать о суде. Подумайте, что каждый из нас, рано или поздно, предстанет перед судом Божим. И эти грехи грехи предъявляют нам злые духи. Злые духи предъявляют нам наши грехи для того, чтобы поневолить нас и не допустить у Царство Небесное. И там людина допомогти себе не может. Бо вона там связана по руках и по ногах. И не может у своё исправдание ничего сказать, кроме того доброго, что ангели принесут. И поэтому, помните про суд, где мы себе помогать не можем, нужно тут виправдаться. Там покаяться неможливо, а тут покаяться можливо. И Господь ждёт этого покаяния. Поэтому, дорогие братья и сестры, я хочу вам одну только думку вкласти в ваши сердца. Когда грехи грехи, и совесть показывает, что я грехи. Визнай, что ты грехи. Визнай насамперед, что ты грехи. И если ты грехи, а совесть тебя выкривает, то скажи только два слова. Господи, помилуй. И всё. Так просто и так легко. Но сначала признай себя грехи. А тогда скажи два слова. Господи, помилуй. И что помилует Бог? Помилует. И блудница, которая плакала и слезами умывала ноги. Помилует и Петра, который сказал служанке, не знаю этого человека. А ты ж деколька годин клявся, что если все грехи, то я никогда не на смерть готовый. И такого помиловал. А вы думали над тем, а чому Иуду не помиловал? Иуду. 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 Уминовал. Плакал гирко. А Иуду сказал, выдав кровь невинную и не покаявся, а пошел и повисился. Возьмите разбойника. Это человек, который, может быть, ничего доброго не сделал в этом жизни и сказал на Христу перед тем, как помирать. И не просил Царства Божого, а просил только одного – «Згадай меня, Господи, в своем царстве». И в этом «згадай», «згадай» только, появилось и покаяние, и смирение, и Господь чем наградил. Нагородил тем, чем не наградил. Ни Авраама, ни пророков, ни Давида, никого не наградил такою наградою, как наградил разбойника. Чим же Він его наградил? Сказал – «Першим будешь в районе». И это означает, что Господь, если человек кается, Господь никогда не оставит эту человеку. Никогда, если она кается в своих грехах. Потому что Он и пришел на землю, чтобы спасать каждого человека. И поэтому это нужно нам помнить. «Згрешив, усвідомь свой грех и скажи, Господи, помилуй». И это нужно делать каждого дня. Не отложить на потом, чтобы забудеть. А дьявол вам наградил. Потому что нам не наградить, когда грешим, будем признавать свою правину, не виправдовывать. И в голове Господи помилуй. И тогда Господь помилует нас. А мы его будем проставлять на веки веков. Ему слава на веки веков. Благословение Господне на вас. Благословение Господне на вас. Благословение и человеком. Славьтесь мне и во всяк час. И на веки веков.